Добрый день, уважаемые коллеги! Спасибо за возможность сегодня здесь с вами обсудить роль стереотаксиса в лечении раннего рака лёгкого. И я решила вложить в свою презентацию немного концентрации внимания и спрятала гномиков по презентации. Ну, вдруг у вас получится их сосчитать. Хирургия или стереотаксис? Таким вопросом задались исследователи, которые запустили большое исследование STARS & ROSSEL. И результаты получили довольно интересные. Выборка пациентов получилась небольшая. Набор пациентов шёл очень медленно. И в исследование было включено всего 31 пациент в группу стереотаксиса и 27 в группу пациентов с хирургическим лечением. Результаты получили очень хорошие со стороны радиотерапевтов. Таким образом, безрецидивная выживаемость в группе стереотаксиса составила 86% против 80%. И в группе общей выживаемости 95% против 79%. Это исследование было проведено в 2015 году и дало определённый старт для того, чтобы проводить стереотаксис в более широкой группе пациентов. Однако, если результаты такие хорошие, то почему тогда сейчас хирургия есть и остаётся стандартом для лечения раннего рака лёгкого? У этого исследования был ряд недостатков. Это небольшое количество пациентов, короткий период наблюдения, всего 3 года. Неоднородность между протоколами исследования. Исследование было мультицентровое. И были различные методики как проведения стереотаксиса, так и проведения хирургического лечения. И в тот период был дефицит современных хирургических методов лечения. В 2021 году произошёл поданализ тех же пациентов и были получены результаты уже долгосрочной 5-летней общей выживаемости, безрецидивной выживаемости и опухолевоспецифической выживаемости. Здесь показатели уже сравнялись. Как я и сказала, хирургия есть и остаётся стандартом для лечения раннего рака лёгкого. Однако ряд пациентов не могут получать хирургическое лечение из-за выраженной сопутствующей патологии. И это примерно 20%. Конечно, решение о медицинской неоперабельности пациентов может быть принято лишь на мультидисциплинарном консилиуме. Для определения подхода, что с пациентом дальше будет, конечно, нужно определить два важных момента. Это резиктабельность и это операбельность. Если мы говорим о резиктабельности, то, конечно, здесь вопрос больше к хирургам. Возможно ли здесь провести радикальную резекцию или это невозможно по каким-то причинам. И если это невозможно, то, пожалуй, стоит отдать предпочтение каким-то альтернативным методам лечения. Если пациент функционально неоперабелен, то, естественно, проводить операцию такому пациенту не имеет никакого смысла. Стоит рассмотреть варианты альтернативного лечения. И у пациента, конечно, остается опцией самостоятельно отказаться от хирургического лечения по различным причинам. Основные показания к лучевой терапии, которые у нас формировались в нашем отделении. Пациент неоперабелен, чаще всего из-за выраженной сопутствующей патологии, или пациент сам отказался от хирургического лечения. Таким образом, к нам на консультацию попадают пациенты с выраженной сопутствующей патологией пожилого возраста и со статусом шкалы ЭКОК 2-3. Мы руководствуемся консенсусом Эстра для нахождения подхода к таким пациентам. Именно этот консенсус говорит нам о том, что хирургия остается золотым стандартом лечения пациентов раннего рака легкого, но возможно рассмотреть другие методы лечения. Если стандартные операционные риски у пациента сохраняются, то необходимо проводить хирургическое лечение. Если высокие операционные риски, то необходимо рассмотреть возможность стереотаксиса. Биопсию, конечно, желательно проводить до проведения стереотаксиса, но есть пациенты, которым невозможно провести биопсию образования или из-за выраженной сопутствующей патологии, или пациенты, у которых уже множество раз было попыток проведения биопсии, но все были безрезультатны. В таком случае, конечно, мы начинаем наше лечение стереотоксическое и диагноз у пациента выставляется по клиникорингенологическим данным. Если все-таки мы подходим к лучевой терапии, то у таких пациентов должна рассматриваться конкретно стереотоксическая лучевая терапия. Было крупное исследование сравнения эффективности лечения стандартным режимом фракционирования и высокодозной лучевой терапии. Высокодозная лучевая терапия, безусловно, показала свои преимущественно как в общей, так и в биоцетизной выживаемости. В основном это связано с тем, что это более короткая продолжительность курса лечения, это легкое сочетание с другими методами лечения, это сохранение высокого качества жизни пациентов, достижение эскалации дозы более 70 градусов, что очень важно, если мы говорим о радикальности подхода, и, конечно, уменьшение острой токсичности за счет уменьшения объемов нашего облучения. Для того, чтобы провести такую высокодозную лучевую терапию, нужно, естественно, иметь определенные опции. Это конформная лучевая терапия, обязательный контроль за актом дыхания пациента. Способы могут быть различные. Это может быть брюшной пресс, система гейтинг, система ABC. Обязательно должна быть ежедневная визуализация пациента во время лечения при помощи себе сети снимков. И при возможности использования дополнительных опций визуализации при подготовке плана лучевой терапии. Чаще всего мы говорим о ПЭТ-КТ, или, если такой возможности нет, то хотя бы использовать КТ-разметку с контрастированием. На слайде я представила, как работает система гейтинга, которую мы используем в нашем учреждении. У пациента на грудной клетке стоит кубик. Камера считывает положение кубика. Камера отображает нам подъем кубика, когда пациент делает вдох. И пациент попадает в личный свой дыхательный диапазон, который мы записываем на подготовке к лучевой терапии. Соответственно, этот вдох у всех пациентов разный. И под каждого пациента есть определенный параметр вдоха. Методика, которую вы сейчас видите, называется 4ДКТ. И чаще используется у пациентов, у которых нет возможности задерживать дыхание. То есть пациент во время лечения дышит. Но благодаря этой методике мы можем контролировать положение опухоли во все фазы вдоха и выдоха. Такая методика, она довольно сложная, тяжелая. Но это дает возможность лечить таких пациентов. У пациентов, у которых есть возможность задерживать дыхание, мы делаем акцент, что здесь происходит облучение небольшой части здоровой ткани легкого вокруг. Поэтому эту методику не надо переносить на пациентов, которые могут задерживать дыхание. Для обеспечения безопасности лечения наших пациентов и выбора режима фракционирования обязательно необходимо построение структуры, которая называется No-Fly Zone. Эта структура обозначается как оконтуривание проксимального бронхиального дерева и формирование отступа 2 см вокруг этого проксимального бронхиального дерева. Таким образом, опухоль, которая входит в эти 2 см, будет располагаться центрально. И для такой опухоли мы выберем режим 12 грей 5 фракций. Опухоль, которая располагается непосредственно в корне легкого, используется режим 7,5 за 8 фракций. Периферические опухоли, можно использовать самый агрессивный подход, это 20 грей за 3 фракции. Дальше на слайдах я решила показать вам клинические примеры. И первый пример – это пациент, у которого было получено 20 грей за 3 фракции, опухоль периферическая, небольшого размера. Здесь мы использовали самый агрессивный подход – 20 грей за 3 фракции. Здесь с 5 вида касается до отступа от No-Fly Zone, режим выбран 12 грей 5 фракций. Самый интересный режим, на нем я остановлюсь чуть поподробнее, и этому я посвящу остальные клинические примеры, это пациенты, у которых опухоль расположена центрально. Как раз этот пул пациентов у нас чаще бывает, это могут быть и молодые пациенты, которым грозит пневмонектомия, при этом статус лимфоузлов определенный или инвазивными методами лечения, или ППТ-КТ – это N0. Но, тем не менее, мы ставим пациентам такой выбор. И часто выбирается стереотоксическая лучевая терапия. Стереотоксис корня легких сопряжен с высоким риском осложнений, само собой. Это легочные кровотечения, структуры коллапса бронхов, структура пищевода, трахиопищеводные свищи. Режим фракционирования для этих пациентов подбирался очень долго, и очень долго считалось, что нельзя проводить стереотоксис на образование в корне легкого. Однако был проведен очень крупный метаанализ Sunset, который сравнил множество режимов фракционирования и вывел самый безопасный – это 7,5 грей за 8 фракций. Этот режим можно использовать у опухолей от T1 до T3N0M0 при отсутствии поражения лимфоузлов средостения. На этом слайде показан пример опухоли, который мы пролечили данным режимом, и режим выбран из-за близости расположения опухоли к пищеводу. У такого пациента лечение было безопасно, так как на пищевод мы не превысили никаких толерантных значений. Толерантные значения мы оцениваем по таблицам Тиммермана, и только в случае прохождения по нагрузкам по критическим структурам мы будем лечить пациента агрессивными подходами. В онкоцентре Блохина деление радиотерапии и стереотакси в целом это, конечно, не редкость. У нас проводится на почти все локализации стереотоксическая лучевая терапия, но сейчас конкретно я говорю про ранний рак легкого и метастазы в легкой тоже немного коснусь. Мы можем сказать, что сейчас это лечение, оно в первую очередь безопасное и оно эффективное. Первый контроль у пациентов производится через 1,5-2 месяца. После окончания нашего лечения, как правило, там формируется зона пневмонита, которая не превышает вторую степень. Пациенты клинически его никак не испытывают, но по КТ он, конечно, отделяется и локализуется в зоне предшествующей лучевой терапии. Хотела бы сделать акцент, что, конечно, мы не фанатики. Мы не берем всех пациентов на стереотаксис, если для пациента небезопасно этот вариант. И я хочу показать вам пример центрального плоскоклеточного рака легкого Т3Н0М0. У пациента не было возможности проводить другие методы лечения, химиотерапию или же хирургическое лечение из-за сопутствующей патологии. И мы проводили мой режим лечения в гипофракционировании. Три ГРЭ, 18 фракций. Следующий пациент очень интересный. Это Т2Б0М0 центральный рак правого легкого. И у пациента опухоль локализовалась таким образом, что она была небольшого размера, но создавала атолектаз в легком. Благодаря использованию ПЭТ-КТ нам удалось отделить опухоль от атолектаза, и мы смогли облучить конкретно опухоль. Атолектаз при этом не включался в объем облучения. В период самого лечения, конечно, сам атолектаз не успел раскрыться, но при последующей оценке мы надеемся, что у пациента атолектаз полностью ушел. Почему говорю надеемся? К сожалению, пациент уехал от нас в регион и больше не выходил с нами на связь. Однако нам удалось связаться с его супругой спустя год, и пациент был жив. То есть если говорить про год его жизни, он точно живет. К сожалению, на дальнейшие вопросы нам не ответили. Следующий пациент более стандартный, Т2А и 0М0, и несмотря на удовлетворительные показатели функций легких, хирургическое лечение было непереносимо для пациента. И это пациент, у которого нам удалось оследить динамику. Спустя 3 месяца мы видим выраженную положительную динамику по опухоли и зону пневмонита вокруг области облучения. Мелкоклеточный рак легкого. Мелкоклеточный рак легкого реже встречается у нас на стереотоксическую лучевую терапию. Но вот был один из случаев у нас зимой, и пациенту приняли такую тактику. Рассмотреть стереотоксис как альтернатива хирургическому лечению, провести радикальный курс стереотоксиса, и затем направить пациента на адъювантную химиотерапию. Все так и произошло. Пациент сейчас получает адъювант. Контрольное КТ у пациента будет в конце апреля. Очень интересно нам посмотреть результаты, конечно, будет. Опухоль располагалась, как вы видите, в центральной части легкого, подрастала к долевому бронху. Про метастазы в головной мозг. Ой, метастазы в легкое. Значит, рак прямой кишки может метастазировать не одним очагом в легкие, а несколькими. Мы можем брать таких пациентов на лечение не всегда, если позволяет здоровая ткань легкого вокруг. Конкретно у этого пациента ткань позволяла, поэтому мы решили взять его на два параллельных курса стереотоксиса. Как вы видите, две опухоли располагаются в центре одного и того же легкого, левого. После проведенного лечения, выраженная положительная динамика спустя два месяца лечения. Даже нет зоны пневмонита вокруг. Пример того, как мы можем облучать три очага сразу. Опять же, мы за это беремся, только если мы понимаем, что для пациента это лечение переносимо, и здоровая ткань легкого не пострадает от этого. Я завершаю свой доклад, и хотелось бы сказать, что от лица Марины Васильевны, если хирургия, то радио и точка. И реклама нашего телеграм-канала. Подписывайтесь на нашу радиоточку. Спасибо за внимание.